День Города День Города День Города День Города Ставим вот эти тазички, бачки, чтобы не протекал нату. Но все равно толку нет. Там, если даже пробовать что-то латать, фрагментарный ремонт ничего не даст. Там добраться на крышу не факт, что люди не провалятся. День Города День Города День Города В управляющей компании сообщили, что заключение экспертизы было отправлено в управление ЖКХ и в Государственную жилищную инспекцию. Дальнейшая государственная жилищная инспекция подтвердила данное заключение. Ну, к сожалению, пока мы не смогли добиться того, что данный дом попал под программу капитального ремонта. День Города День Города В начале текущего отопительного сезона здесь произошел серьезный прорыв горячей воды. Кроме того, большая проблема существует в подвале здания. Там находится зловонное канализационное болото, которое образуется не только из-за протекающих труб. Плюс еще дом находится в низине. Весной, когда таяние снега, и соседние малосемейки канализации к нам течут. Естественно, подвал постоянно в воде. Управляющая компания регулярно откачивает нечистоты из подвала, ликвидируя последствия неудачного расположения дома. Как жильцы, так и управляющая организация сходятся в одном. В доме номер 7а на улице Пугачева необходимо сделать не только капремонт кровли, но и инженерных коммуникаций. Основные конструкции, по словам руководителя управляющей компании, являются надежными, и здание может прослужить долгие годы, если сейчас им заняться. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с московскими коллегами снова выявили фальшивом монетчиков. Двое приезжих жителей столицы в магазинах сбыли три поддельные пятитысячные купюры. Наглых мошенников опознали по камерам наблюдения. Обычный торговый день в кальянной лавке. Молодая девушка покупает романтический табак. Таких покупателей в будни здесь десятками, но эта, мадам, ведет себя как-то нервно. Барабанит пальцами по стойке, постоянно пересчитывает купюры. Известная уловка для отвлечения внимания. А затем она расплачивается пятитысячной купюрой. Продавец внимательно сличает номера на ней со специальной таблицей, но нужную серию не находит и выдает сдачу. В конце января в полицию поступили сообщения об обнаружении трех поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей. Они были в выручке продуктовых магазинов и заведении по продаже преднадлежности для кальянов. Оперативники УИБ ППК, УМВД совместно с коллегами опросили работников торговых заведений и проанализировали записи камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и на улицах города. Полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигались мужчина и женщина, подозреваемые в сбытии подделок. Определив машину, установить личности подозреваемых уже было делом техники. Понятно, что парочка, удачно скинув в магазинах три поддельных пятерки, сразу рванула в Москву. Но радовались недолго. Жители Московской области и его подругу Саренбурга рязанским полицейским помогли задержать столичные коллеги. Теперь криминальным хитрецам грозит до восьми лет лишения свободы. Максим Васильев, телекомпания «Город». Минувшие субботы и выходные дни не обошлись в Рязанской области без аварий. Статистика такова. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы. Подробности далее. Одна из аварий случилась 22 февраля в 12.50 на 12-м километре автодороги Спас-Клепики-Рязань. Водитель автогрейдера в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем «Сан-Йонг». По предварительной информации, 55-летний житель Рязанской области, управляя автогрейдером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при обработке дорожного полотна, двигаясь со стороны областного центра в сторону города Спас-Клепики, совершил столкновение с автомобилем «Сан-Йонг» под управлением 59-летнего рязанца. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Сан-Йонг», а также его 50-летний пассажир госпитализировали в медицинское учреждение. Всего в области за минувшую субботу и выходные дни произошло 147 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 1536 нарушений ПДД, в том числе 30 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. 22 февраля примерно в 15 часов 40 минут в городе Рязань, вблизи дома номер 8, в строении 3 на улице Зубковой, 29-летний рязанец, управляя автомобилем «Рено Логан» по предварительной информации вне пешеходного перехода, совершил наезд на 26-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Стать донором может каждый. Руководствовались этим девизом и сотрудники регионального управления Росгвардии. Они поучаствовали в добровольном донорстве крови. Мероприятие прошло на базе областной станции переливания крови. Алина Курчак донором крови стала впервые. Она сотрудник неведомственной охраны. По долгу службы сталкивалась с разными сложностями, но вот добровольная сдача крови – впервые. Конечно же, волнуется, хотя по виду этого и не скажешь. Ей помогают коллеги, подбадривают. Да и она сама понимает важность донорства. Донором решила стать, наверное, в связи с тем, что когда мы поможем один раз кому-то, кто-то потом, возможно, поможет нам, потому что это дело полезное, нужное и для организма, и для других людей, которые нуждаются в этом. А вот Андрей Барышников – почти почетный донор. Заветную медальку с таким названием еще не получил. Путь до нее долгий. Но сдавать кровь ходит регулярно. Говорит, что становится участником акции каждый раз, когда ее анонсируют. Я считаю, что кровь очень важно сдать ее, во-первых, для того, чтобы люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, там, аварии, ДТП, операции различные, которым каждый день требуется эта кровь, могли воспользоваться ей. Для росгвардейцев это не первый опыт сдачи крови. Ведомство регулярно принимает участие во всероссийской акции добровольного донорства. Ведь, как отметил заместитель начальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Руденченко, добровольно сданная кровь – это чья-то спасенная жизнь. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани открыли кабинет Якова Полонского. Жизнь поэта и прозаика тесно связаны с нашим городом. И теперь на базе библиотеки имени Есенина можно увидеть воссозданный кабинет имени Полонского, где трудился писатель. Здесь вот уникальное издание, издание Маркса в Санкт-Петербурге, 1896 год. И Яков Петрович Полонский, он редактировал это последнее произведение, потому что он бережно относился к своим стихам, и как они напечатаны, и как они изданы. Это последнее прижизненное издание Якова Полонского. Сейчас оно находится в точно воссозданном уголке рязанского писателя. Все здесь – стол, стул, его работы – воссозданы по фотографиям, сделанным в Петербурге. Вот они стоят здесь же на столе. Естественно, в личном кабинете Полонского их не было. Как не было его фотографий, герборода и его картин. Увидеть такой воссозданный уголок можно в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Мы попытались собрать крупиночки. То, что получилось у нас – это начало пути. Конечно, я думаю, что эта работа будет продолжена. И у нас много людей в Рязани краеведов, которые интересуются темой творчества Полонского. В библиотеке рассказали, что мечта открыть кабинет Полонского была давно. И это труд ни одного человека. Сотрудники, краеведы, активисты. Благодаря им и удалось насытить кабинет, приобрести инструменты того времени. И сейчас продолжают собирать те крупинки, которые хранят в себе память писателя. Там находятся подлинные прижизненные издания Якова Петровича Полонского. Это последнее прижизненное издание, которое он правил своей рукой. Ну и там прижизненное издание Чайговского. То есть к произведениям Якова Петровича Полонского. Кабинет писателя будет открыт в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Это регулярная экспозиция, посетить которую может любой рязанец. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Рязанская нефтеперерабатывающая компания продолжает поэтапное перевооружение технологических мощностей. Очередной шаг – ввод в эксплуатацию высокоточных вагонных весов для учета товарной продукции. Нефтезавод – предприятие с большим грузопотоком. В сутки завод отгружает до 600 вагонов цистерн с нефтепродуктами. Новое цифровое оборудование при измерении массы вагонов цистерн позволит снизить допустимую погрешность до 0,2%. Встроенные датчики реагируют на нагрузку от проходящего состава. Электроника позволяет распознавать номер вагона, определить и зафиксировать вес с высокой точностью. Причем делать это без расцепки в движении состава со скоростью до 10 км в час. Масса отгружаемого груза – до 15 тысяч тонн в сутки. И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова